Добрый день, Ирина! Здравствуйте! Рада приветствовать вас на канале ProPofLotTV! Здравствуйте, ребята! Здравствуйте, зрители! Тоже рада быть с вами! Добрый день, Ирина! Да, конечно. Я не представляю, насколько огромный и важный объем работы выполняют такие замечательные люди, как вы, потому что действительно очень страшно, когда люди теряются, и очень важно вовремя, так сказать, делать необходимые действия для того, чтобы найти человека, который потерялся. Я знаю, что есть видеоролик. Да-да-да, нам подсказывают, что есть видеоролик. Давайте его посмотрим. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Вчера в 19.20 в группе ВКонтакте был призыв, то, что собираемся сейчас. И там ехали все. То есть я ехала с работы, я на каблуках лазила там. В течение всей ночи все подходили, все были, записывали, раздавали по группам, потом группы менялись, потому что одни если в одну сторону, другие если в другую сторону. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Умерли от голода и холода в Московской области. Вы понимаете, что я сказал? Нет? Мне кажется, что это в 21 веке невозможно. Но скажите, как это характеризует нас как общество? А мы здесь потому, что у нас тоже есть дети, в конце концов. У вас, наверное, тоже. Но они у вас потеряются? Вот, конечно. Будете обращаться к нам. Нашли, папа, нашли вас. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! 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 Есть у нас в отряде служба, которая называется «Лес на связи». Это люди, которые выводят людей по телефону из леса. То есть сидит специалист в Москве, кто-то потерялся в Пскове, и человек, специалист службы «Лес на связи» выводит его по телефону по определенным алгоритмам. Далее. Необходимо с собой иметь всегда либо спички непромокаемые, либо зажигалку, чтобы развести костер. Мало того, что костер – это такая штука, которая помогает вам согреться, так это еще очень хороший сигнал, потому что дым от костра поднимается достаточно высоко, и он доступен для авиации, и его слегка обнаружить. Компас. Опять же, очень здорово, если вы умеете им пользоваться. Но если вы хоть немножечко сомневаетесь, то тогда эта штука вам пригодится как раз-таки в разговоре со специалистом нашей службы «Лес на связи». Свисток. Наступает такое время, когда после долгого крика голос садится, и тогда как раз-таки эта штука приходит на помощь. Занимает достаточно мало места в рюкзаке, но очень эффективно в «Лесу». Далее. Фонарь. Фонарь, опять же, очень хороший помощник для того, чтобы устроить место ночевки, плюс достаточно хороший сигнал, опять же, и для авиации, и для поисковых групп. Даже если так случится, что либо из-за рельефа, либо из-за погодных условий звуковая волна не пройдет, то световая волна проходит дальше, и поисковики смогут вас увидеть. Обязательно необходимо брать с собой запас воды. Мало того, что в теплое время это средство для того, чтобы снять тепловой удар, это средство от обезвоживания, можно промыть там царапины раны. Также необходимо брать с собой запас еды. Мы советуем брать с собой энергетические батончики. В теплое время года в холодное можно шоколадные батончики, шоколадно-ореховые батончики. Это достаточно высокоэнергетическое питание и занимает мало места, и достаточно мало весит. Вот с таким набором должен выходить абсолютно каждый участник группы, каждый участник похода, каждый участник прогулки просто влез, потому что все может случиться даже в дневном походе. Но а что же делать, если вы вдруг потерялись? С самого начала мы говорим о том, что гораздо сложнее человека найти, если он надет в камуфляжную одежду. Поэтому даже если вы пошли в поход, и у вас нет ничего яркого, необходимо взять с собой светоотражающий жилет. Он опять же легкий, занимает достаточно мало места, но он яркий, и поисковику будет гораздо лучше вас видно. Защищающая одежда должна быть на вас обязательно, потому что это говорится о том, чтобы это была противопищевая одежда. Это говорится о том, чтобы это были закрыты руки, закрытые ноги, потому что царапины не есть хорошо. И одежда должна быть обязательно удобной. Даже если там классные ботинки, которые защищают голеностоп, но они вам будут неудобны, то через несколько сот метров вы натрёте ногу, и будет совсем нехорошо. И вот вдруг случилось так, что вы потерялись. Что же нам делать? С самого начала нам надо понимать, что мы должны остановиться. Как только мы поняли, что нам незнакома местность, или мы отставляем группы, прежде всего надо остановиться. Потому что начинается состояние паники, и эта паника нас может завести в неожиданное для нас направление. Второе, что нам необходимо сделать, это позвонить в службу спасения, либо руководителю группы, либо родителям, и рассказать о том, что мы потерялись. И вот на этом моменте нам необходимо отключить абсолютно все службы такого рода, как Wi-Fi, интернет-соединение, абсолютно беречь батарею, потому что наш телефон – это наше самое главное средство на спасение. Дальше мы должны развести костер. Мало того, что это для того, чтобы мы не замерзли, и как-то обозначить себя, потому что, как я уже говорила ранее, дым от костра хорошо виден для авиации, и достаточно далеко виден к группам. Дальше. Мы, как я уже говорила ранее, должны беречь заряд батареи и ни в коем случае не названивать родственникам и попросить родственников, чтобы они вам не звонили. Если критичный заряд батареи, и вы на связи со специалистами службы спасения либо со специалистами нашей службы рез на связи, то договаривайтесь, в какое время вы выходите на связь. Выключайте телефон, потом включайте в это время. И последнее. Вы должны обозначить себя на месте. То есть на свободном месте вы должны какой-то выложить либо знак, либо положить какую-то яркую вещь, чтобы с воздуха было вас хорошо видно. Ну а теперь мы как бы консолидируем все наше сегодняшнее. Самое главное, что должно быть в рюкзаке, это телефон, спички, компас, свисток, запас воды и запас еды. Если вы заблудились, то мы останавливаемся, звоним в службу спасения, разводим костер и обозначаем себя. Это основные правила. И самое главное, что хочется сказать, что нужно не поддаваться панике, а мыслить рационально. Тогда все будет хорошо. Если у вас в рюкзаке есть эти вещи, если вы соблюдаете все правила, то вы очень быстро найдетесь. Спасибо, очень полезная информация. Действительно, если подготовиться, то можно избежать подобной ситуации. А пока шла ваша презентация, наши зрители не сидели зря и активничали в комментариях в социальных сетях. У нас есть ответы на вопросы. Значит, Мария отвечает, что первое – стук по деревьям, глотки, крики. Второе – выйти в открытую пространство. Третье – да, стоит откликнуться, везде потеряться. Есть еще такой у нас человек, который ответил просто на второй вопрос. Скорее всего, выйти в открытую местность. Также Денис пишет ответы. Свисток нужно использовать свои губы. Вертолет – открытая пространство. Нужно этим привлекать внимание визуально. В идеале днить костром за 6 костер от листьев. Также заранее иметь выложенный знак СОС. Если зовут, но не вас, я бы двигался в сторону волоса, но не отзывался. Вот такие вот есть ответы. Давайте тогда я расскажу о том, как правильно было бы ответить на эти вопросы. Я думаю, что Мария очень близка была к этим ответам. На первый вопрос. Да, из подручных средств удар палкой от дерева – это очень звонкий звук, который раздается по лесу очень хорошо. Если не скучать в том же ритме, как дятел, то есть большой шанс, что поисковики услышат этот звук и отреагируют на него достаточно оперативно. На второй вопрос. Правильно, да, необходимо выйти на открытое пространство, привлекать внимание вертолёта. Каким образом? В силу того, что сверху глазами пилота несколько другая проекция нашего тела, то нам необходимо лечь на землю и двигать руками к голове и обратно, а ногами в стороны, как бы изображая снежного ангела, когда мы хотим сделать на снегу. Если вы будете в яркой одежде и будете совершать такие движения, то, соответственно, пилот увидит вас мгновенно, пропитая над вами. И на третий вопрос. Необходимо отзываться, потому что любой человек в лесу – это ваша надежда на спасение. Ну да, всё-таки Мария была близка, более точные ответы, поэтому я думаю, что ваши блокноты отправляются именно ей. У нас есть данные, мы можем после эфира когда-то как-то связаться с ней. Ирина, скажите, пожалуйста, вот это движение, направление, помощь людям, потерявшимся, насколько хорошо оплачиваемая работа? Что вас привлекло в этом? На самом деле оплата, она очень серьёзная, потому что нам платят человеческими жизнями спасёнными. Силу того, что это добровольческий поисково-спасательный отряд, мы не получаем за это денег, мы получаем гораздо больше, мы получаем спасённую жизнь, мы получаем эмоции по этому поводу. Когда ты в Рацию в канале слышишь «Найден жив», это непередаваемое ощущение. Очень близко было, когда мне в роддоме сказали, что у вас сын. Вот примерно так же. Да, это действительно колоссальная работа. Скажите, пожалуйста, как попасть в лиды добровольцев? На самом деле всё очень просто. Необходимо заполнить анкеты у нас на сайте, либо в региональных группах в соцсетях. Для того, чтобы стать добровольцем, абсолютно не нужно какого-либо профильного образования, либо каких-то специальных навыков. Я пришла в отряд из педагогики, я логопед, но у нас в отряде система обучения на высшем уровне, и поэтому не стоит ничего бояться. Можно приходить сразу на поиск, и там поставят к опытному старшему группу, которая всё расскажет, покажет. Ирина, можно такой вопрос задать? Вот каким вообще образом происходит работа внутри поискового отряда? То есть, ну вот, я так понимаю, все добровольцы занимаются своим делом, там у кого-то работа, у кого-то дом, и в какой-то момент нужна ваша помощь. Какие действия происходят? Если это не секрет, можете рассказать, пожалуйста, как это внутри выглядит? Ну, на самом деле, как бы у нас в отряде 24 направления. Они не только связаны именно с поисковой деятельностью, есть направление школы Лиза Алерт, инструктором которого я являюсь. Мы проводим профилактические беседы с ребятами начальной школы и старших групп детского сада. О том, что же делать, если ты потерялся, говорим о том, что делать в городе, что делать в транспорте, в торговых центрах, в лесу. Есть направление СМИ, которое работает с внешними СМИ и внутренним развитием. Есть много других направлений. Если мы говорим о том, как начинается поиск, то к нам прилетает заявка либо непосредственно от родственников, либо от служб. Принимает ее специально обученный человек, называется информационный координатор, обрабатывает, принимает решение о том, какой будет вид поиска. Поиски бывают разные. Бывают информационные поиски, когда со временем пропажи уже достаточно много прошло, и мы не сможем оперативно уже помочь, поэтому используем социальные сети. Есть автономные группы, когда без организации большого штаба работают маленькие группы по заданию информационных координаторов. А есть активный поиск, когда организовывается штаб с координатором, с регистрацией, куда приезжают поисковики, куда приезжают просто неравнодушные граждане. И это все исходя из вводных данных. Интересная очень такая схема. Я не думал, что это настолько все обширно. То есть то, что информационная такая тоже идет поисковая работа, что и когда, так сказать, прошло какое-то время, вы тоже как-то помогаете. Это очень круто и ценно. Скажите, пожалуйста, а как лично вы попали в это во все? Как узнали? С чего у вас началась поисково-социательная работа? Какой опыт ваш пошел? Ну, на самом деле, я давно уже искала, куда бы себя применить. И мои родные люди и близкие уже страдали от применения моей помощи, поэтому необходимо было искать какой-то источник вовне. За ребятами с Глизалир я наблюдала достаточно давно, но такой толчок дал фильм «Звягинцева нелюбовь», где в том числе и рассказывалось об отряде. И я поняла, что, ну, надо что делать, потому что у меня со мной растет сын, и я понимаю, что если что-то случится, то, ну, надежды достаточно мало, да, и поэтому надо как-то самой что-то делать. Я пошла сугубо на репосты, чтобы помогать именно распространением информации в соцсетях. Потом было объявление, что организовывается поиск, и буквально этот активный поиск был в пяти минутах от меня, ну, что ж, пять минут — это знак. Поехала на свой первый поиск. Потом организовывалось направление «Школа безалерт» у нас, а в силу того, что педагогический опыт есть, надо же его применять. Ну, так пошло, поехало, и там было интересно попробовать себя, и там интересно было попробовать себя. Ирина, у меня вот такой вопрос. Да, конечно, интересная история такая. Последнюю счастливую историю, там, воспользоваться человеком, в которых вы лично сами принимали участие. Ну, если говорить об активных поисках, это, скорее всего, уже осенний поиск, потому что сейчас карантин и активные поиски у нас достаточно проблематичны, всего того, что города наши закрыты. Это осенний поиск. Женщина заблудилась у нас в лесу, искали ночь, и на утро одна из наших поисковых групп обнаружила, я в тот момент была уже в штабе. Когда, я же говорю, когда в дибрации слышишь найден джип, дикий виск поисковой группы, ты начинаешь визжать сам, пританцовывая, это здорово. Слушайте, замечательно, что такие неравнодушные люди есть, и то, что, не знаю, люди просто на своем энтузиазме и на желании кому-то помочь готовы совершать какие-то такие действия. Как вам удается совмещать работу и поисковую деятельность? Бывают ли какие-то моменты, когда это вызывает какие-то трудности? Ну, в силу того, что у нас добровольческий отряд, мы помогаем, когда можем. И, соответственно, чем больше нас, чем больше добровольцев, тем больше возможности помочь. То есть бывает такое, что ты никак не можешь выбраться, никак не можешь, но при этом может твой товарищ. А в следующий раз он не может, но можешь ты. И чем больше добровольцев, тем эффективнее закрыты все направления, эффективнее, соответственно, работа. Нам бывает такое, что работа, ты заканчиваешь работу уже с рюкзаком в машине, едешь на поиск, приезжаешь с поиска, улыбаешься, причёсываешься и снова на работу. А вечером, ну, пытаешься как-то доспаться. Да, конечно, сильно. А скажите, пожалуйста, с какого возраста можно стать добровольцем вашего отряда? Ну, в силу того, что наша деятельность сопережена с некой опасностью, в том числе во время активных поисков, добровольцем нашего отряда можно стать, начиная с 18 лет. Нужно быть совершеннолетним. Я думаю, ребята, которые не достигли совершеннолетия, они могут оказать такую же помощь теми же самыми репостами. Правильно, Ирина? Потому что, я так понимаю, это тоже бывает важно. Любой человек, да, распространяя информацию, оказывает очень большую помощь. Потому что достаточно много случаев, когда человек находится именно благодаря какому-то репосту. был случай, когда мы искали пожилого мужчину с нарушениями памяти, и девушка едет в маршрутки, висала ленту в соц.ти, в ленте встретилась ориентировка, она подняла глаза, увидела этого дела, Душко позвонил к нам на горячую линию, и мы встречали уже на конечной маршрутке нашего потерявшегося. Замечательно. Вот все-таки есть сила в репостах в этих, как говорится, существует понятие семи рукопожатий, вот, наверное, это тоже очень важно. Так что, друзья, если вдруг вы видите, что где-то требуется такая посильная помощь, сделать репост, не будьте равнодушными, старайтесь помочь тем, чем вы можете. Ирина, а у меня еще такой вопрос будет. Вот в списке ваших регалий есть такое понятие, как оперативный картограф. Можете, пожалуйста, рассказать, в чем заключается должность или действие оперативного картографа? Что это такое? Ну, дело в том, что любой поиск сопряжен с картографической нагрузкой. То есть, если говорить об алгоритмах наших поисков, то каждая поисковая группа записывает трек того пути, который она прошла, для того, чтобы координатор поиска мог отследить, насколько качественно выполнена задача. Потому что бывают поиски, особенно резонансные поиски, где группы уходят просто из неравнодушных граждан. Когда они приносят трек, координатор понимает, где они посмотрели, где они не посмотрели. Так вот, чтобы координатор мог это увидеть, существует оперативный картограф, который может следить этот трек, обработать его правильно, залить его на карту. для картографа, оперативный картограф служит такой картографической справкой, чтобы найти то, посмотри, где у меня здесь, сколько километров до того, как лучше добраться к поисковой группе до своей задачи. Интересно очень. Вы где-то учились обработке треков, или опыт у вас такой был уже до того, как вы попали в Лизуалер? Нет, я же говорю, я пришла сюда логопедом, и абсолютно всему меня научили в отряде, потому что система обучения, на мой взгляд, она очень серьезная, и аналогов в России и в мире я не знаю. Абсолютно всему научат с нуля. Было бы желание. Это замечательно. Меня сейчас очень переполняет такое чувство гордости, то, что есть в нашей стране достаточно большое количество неравнодушных людей, которые готовы помогать, прийти на помощь в трудную минуту и не оставить, так сказать, безвыходной ситуации людей, которым нужна помощь. Это очень круто. Да. Это точно польза прав. Да. Ирина, спасибо вам огромное за то, что вы нашли время посетить наш эфир, потому что я уверен, что эта информация, она очень важна, и она очень полезна, и не только для наших зрителей, но и для нас самих, потому что то дело, которое вы делаете, оно очень ценно, и, я не знаю, низкий вам поклон за то, что вы настолько неравнодушны и готовы приходить на помощь нуждающимся. Спасибо вам огромное, будем рады снова встретиться в эфире, и я думаю, что мы подумаем о каком-нибудь еще совместном проекте для того, чтобы побольше зрителей узнали о том, как можно помочь людям, которые в этом нуждаются, и как не стать тем человеком, которому нужна такая помощь. Да, спасибо вам огромное, Ирина, были рады с вами познакомиться, безумно приятно, и ждем вас снова в нашей солнечной студии с интересными и полезными советами. Спасибо вам большое, но на самом деле помочь может каждый, и мне было очень-очень приятно побывать в вашей солнечной студии. Всего доброго вам, до свидания. До свидания, Ирина.